добрый вечер я прямом эфире instagram как всегда идет запись прямого эфира и конечно же эту запись я выкладываю всегда в этот же вечер в ленте instagram и на следующий вечер в других моих социальных сетях приветствую моих первых гостей и прошу дать мне обратную связь как меня слышно сегодня среда наш традиционный вечерний эфир но я уже говорила вам что скорее всего этот эфир будет наш последний в этом месяце я надеюсь что только в этом месяце он будет последний потому что по некоторым причинам я пока удаляюсь из прямых трассе трансляции пожалуйста дайте мне обратную связь как мне слышно чтобы я понимала что я говорю не в пустоту что меня на самом деле хорошо слышно спасибо за ваши смайлики думаю что они означают то что меня хорошо слышно спасибо 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 за связь и так друзья еще раз повторю что я очень рада вас видеть и мне немножко да у меня все в порядке а что 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 то что то со мной не так я сказала что это мой последний прямой эфир в этом месяце потому что мне нужно удалиться из прямых трансляций на некоторое время по некоторым причинам но в принципе я могу даже озвучить эту причину и мне нет смысла ее скрывать а мне нужно написать книгу и я вам уже об этом сообщала я просила вас дать мне идейки подбросить идейки для моей новой книги эта книга является контрольной работой в рамках моего обучения в институте натуропатии я тоже буду скучать да вот сейчас мне нужно погрузиться в эту работу с головой почему я хочу погрузиться полностью написание книги потому что я хочу в эту книгу вложить все вот все что я хочу и могу сказать за я хочу выразить в этой книге чтобы каждый человек который взял бы ее в руки и и прочитал от корки до корки он сказал бы о вот теперь я все понимаю про питание вот этого я хочу потому что на самом деле уже столько книг по питанию но люди так путаются а вот мне то на сегодняшний день как раз представляется что путаться абсолютно не в чем вот для меня все очень понятно просто и я хочу это донести в этой книге вот почему я пока уйду из эфиров ну ладно я не буду распыляться впрочем инстаграм дал огромный подарок нам блогерам он нам разрешил теперь делать длительные прямые эфиры длительностью аж до четырех часов я конечно не знаю кто четыре часа выдержит вообще не я не зрители мне кажется не готовы столько времени просиживать и урана но с одной стороны мне нравится этот подарок тем что я могу больше не смотреть на часы и торопиться 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 быстрее все высказать все что я себе запланировала уожившись в час пока меня не обрубили это с одной стороны а с другой стороны есть риск того что я расплывусь маслом по древу и буду сейчас тут вот бла 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 туда размазывать все вот ну не знаю в общем я постараюсь придерживаться того плана который я сегодня накатала на там как получится да и тема нашего эфира сегодня вся правда о воде я очень надеюсь я очень рассчитываю на то что вы не считаете меня никаким не гуру не каким-то там просветителем великим не каким-то там грандиозным учителем который знает все и который сейчас вот скажет и это будет прям истинно в последней инстанции я очень надеюсь что вы этого не думаете я я думаю что вы понимаете что я точно такой же человек как вы просто вы занимаетесь своими делами да у каждого из вас своя работа и своя какая-то профессия и специальность и бизнес а у меня своя работа вот я вот сейчас вот сижу вещаю да это собственно есть моя работа такая но я так уж как и вы все время учусь я я все время черпаю где-то новую информацию я проверяю ее на себе я смотрю как люди внедряют эту информацию свою жизнь свою практику я смотрю какие результаты приносит эта информация и только тогда я делаю какие-то конкретные выводы когда я вижу что теория и практика сливаются воедино когда теория не расходится с практикой то же самое в отношении воды вот все что я сегодня буду говорить про воду это является только моими умозаключениями которые я сделала на основе какой-то теоретической информации и на основе тех практических действий и выводов которые я собственно извлекла из своей собственной жизни я просто хочу с вами поделиться и каждый из вас конечно же имеет право не согласиться со мной каждый из вас имеет право согласиться со мной каждый имеет право на свою точку зрения и мы можем спорить мы можем сколько угодно рассуждать об одном и том же да о воде и никогда никогда не будет единой истины никогда мы вот Сколько нас сейчас? 20 человек, да, на эфире. Ну и смотреть там будут, может быть, ещё около тысячи человек. И никогда не будет такого, чтобы все 20 или вся тысяча были едины во мнении относительно питья воды. Не будет такого, как, собственно, этого и не происходит, ни по одному аспекту вообще жизни. Всегда будут разноклассия. Поэтому я расскажу то, что я думаю и в чём я уверена относительно воды. Глотнём водички. Мне кажется, самое бестолковое занятие, самое бездарное занятие и такое неестественное, это жить всё время с оглядкой на какие-то шаблоны и стереотипы. Когда я впервые услышала вот этот постулат, что каждый человек должен выпивать в день от 1,5 до 2,5 литров воды в зависимости от массы тела, а именно 30 мл на килограмм массы тела. То есть я, когда услышала это, я поняла, что моя доза где-то 1,5 литра воды, и я поняла, что я никак не могу вписаться в эту дозу. Для меня до сих пор, хотя я уже 4 года исповедую здоровый образ жизни, для меня до сих пор эта норма невыполнима. 1,5 литра. И когда я проштудировала ваши комментарии на этот счёт, я поняла, что я не одинока, что большинство из вас именно так относятся к питью воды. Но я вот даже вот зачитаю, я это не вру, это действительно так, это большинство людей так и сказали. Так. Не могу знать, насколько это правильно, но стараюсь пить по утрам стакан тёплой воды и в течение дня по желанию. Сейчас пью, когда захочется, не заморачиваюсь по этому поводу. И вообще, моя точка зрения, пить по желанию. Здравствуйте, мне не хочется пить воды. Моя бабушка прожила 96 лет, сколько я её помню, она вообще не пила воду, только чай утром, в обед, вечером и всё. Воду пью утром, но моему кишечнику пофиг. Пробовала пить 1,5 литра, типа как надо, ерунда, чувствую себя тяжело и так далее, и так далее. Большинство людей признаются, что им тяжело пить воду. Но люди разделяются, опять же, на несколько лагерей, ну, в основном на два лагеря. Те, кто понимают, что воду пить нужно, и что надо, вроде типа, пить 1,5 литра, и они стараются это делать, и делают это через силу, заставляя себя каждый день выпивать это количество воды, и при этом испытывают, вот, как тут пишут, мне плохо, да. Другие люди просто забивают на это всё, пьют по желанию, но там явно не получается никаких полутора литров, а часто не получается даже и литра. Вот, и при этом некоторые даже мучаются. Вот тут был такой комментарий, что я, вот, чувствую себя виноватой, что не стараюсь выпить положенное количество воды. И вот теперь возвращаемся вот к жизни по шаблону. Но почему, вот скажите мне, пожалуйста, почему мы должны все, как солдаты на плацу, взять под козырёк и выпивать 1,5-2 литра воды каждый день, если мы этого не можем, если в нас это не влазит, если нас тошнит, нам плохо, нам этого не хочется. Задавали себе этот вопрос? Нет. Почему? Вот по какому такому глобальному приказу мы должны это делать? Вот кто? Кто издаёт такие приказы? Я считаю, что вот это правило единой гребёнки, которые хотят перечесать всё население планеты, оно не работает. Это неправильное правило, это заблуждение, что мы кому-то чего-то должны, мы должны пить воду. Я сейчас расскажу поподробнее, конечно, про воду. Я же не говорю, что мы её не должны пить, но идти по приказу 1,5 литра в день, слепо и тупо, если это трудно. Это неправильно. Говоря о воде, я считаю, что питьё воды – это процесс даже более естественный, чем еда. Вот это моё мнение. Я даже приводила вам пример в сториз, если помните, как обычно говорят, не дай бог дожить до того момента, до той старости, когда некому будет стакан воды подать. То есть мы очень боимся остаться беспомощными в старости, и что нам никто не подаст стакан воды. А почему вот так говорят? Стакан воды, а не корку хлеба. Почему мы говорим сразу про стакан воды? Потому что я считаю, что вода – это более естественное… Питьё воды более естественное для человека, нежели приём пищи. Просто потому, что вода – это такой самый первый товарищ, необходимый для жизни. Без воды тело, на мой взгляд, быстрее загнётся, чем без еды. Вот. Поэтому вода, вода, она… Я бы сказала, что всё-таки по важности она стоит на первом месте по сравнению с едой. И тем не менее у нас с водой всё равно отношения какие-то странные, натянутые. Вот еду мы почему-то в себя не забываем запихивать от трёх до пяти или больше раз в день. А воду почему-то забываем. Вот давайте разбираться, почему у нас так происходит, почему нам трудно её пить. Еду нам не трудно есть, даже если мы не хотим есть, а вот воду нам трудно пить. Я не буду говорить о том, что наше тело состоит на столько-то процентов из воды. Но вот эти все прописанные истинные «вы» это всё прекрасно знаете без меня. Мы сейчас будем говорить о другом, о наших взаимоотношениях с водой. Давайте я вам приведу несколько фактов о воде, которые я узнала из разных источников, и я поверила в эти факты. И хочу поделиться ими с вами. Наше тело, я не устану повторять, что наше тело, оно очень мудрое и умное. Вот несмотря на то, что тело является частью человека, но я как-то всегда разделяю всё равно. Собственно, вот есть я, есть моё тело. Для меня всё равно существует это разделение. Так вот, наше тело, оно очень умное, мудрое, и оно никогда не даёт себя в обиду. Оно никогда не хочет умирать, и оно делает всё возможное для того, чтобы выжить, для того, чтобы не умирать. И вот то же самое касается воды. Если мы, если человек не даёт себе нужное количество воды, которое необходимо ему для поддержания жизненных процессов, обменных процессов, тело умудряется брать эту воду любыми способами, всё равно до того необходимого уровня, которое ему нужно для нормальной жизнедеятельности. Откуда берёт тело воду? Ну, оно берёт её из запасов. Оно берёт её из еды. Из любой еды тело способно извлечь воду. Оно берёт её из слюны, из жира. Представляете, да, вот тело расщепляет жир, чтобы брать воду. И даже, будете смеяться, тело берёт воду из какашек. Да, оно её отфильтровывает и пускает по новому кругу, чтобы обеспечить клетки водой. То есть, тело выступает неким хозяином, который сам регулирует, где ему брать воду, сколько ему брать воды, куда её пускать, на какие нужды. Мы как будто бы даже не участвуем в этом процессе. То есть, получается, пьём мы воду или не пьём мы воду, тело всё равно получит эту воду из каких-то запасов. Значит, получается, что вопрос стоит, пить или не пить воду, да, вопрос стоит только в последствиях. То есть, по факту, тело получит воду всё равно, но вот каковы будут последствия, об этом нужно подумать. Что я имею в виду под последствиями? Из чего легче телу получить воду? Это непосредственно из воды или всё-таки из еды, из жира и из других отходов? Ну, конечно же, из воды. Когда тело берёт воду из воды, простите за тавтологию, никаких особых затрат оно не несёт. То есть, это очень просто. Взять воду и распределить её по местам назначения. Но если тело забирает воду из каких-то других источников, кроме воды, в которых она содержится, то вот здесь приходится затрачивать колоссальную энергию для того, чтобы извлечь вот эту воду. Ещё её и отфильтровать нужно, да. Там жир нужно, чтобы он расщепился и выпустил воду, и так далее. Любой источник, который содержит воду, с ним нужно что-то сделать сначала. И для этого нужно затратить очень большую энергию. То есть, самое главное последствие, которое мы терпим, не употребляя воду в определённом количестве, мы просто лишаем себя энергии. Мы просто укорачиваем свои ресурсы, мы, возможно, укорачиваем свою жизнь, мы где-то делаем свою жизнь ущербной, где-то мы чуточку отрываем от своего здоровья, только лишь для того, чтобы тело получило воду. И вот сейчас сделайте вывод, после того, что я сказала, всё-таки пить воду или не пить. По-моему, всё-таки пить. Но вопрос стоит, как? И переходим теперь к следующему вопросу. Как и сколько пить воды? Плотнём воды. Очень опасное явление – фанатизм и впадание в крайности. Я очень часто сталкиваюсь с такими явлениями, когда работаю с людьми, я вижу, что человек в своих благих намерениях, в своих благих порывах сделает свою жизнь более здоровой, очень часто бросается во все тяжкие и начинает менять так резко своё питание, например, да, и свой образ жизни, что тело просто стонет. Либо он меняет кардинально своё питание таким образом, что его желудок и кишечник просто не справляются, и начинаются какие-нибудь поносы или там жуткие запоры. Либо он начинает изнурять себя непомерными тренировками в спортзале. Ну, как же, вроде бы ради здоровья. Вот то же самое касается и воды. Когда человек вдруг узнаёт, что он должен вбивать полтора-два литра воды в день, есть люди, которые бросаются, чертя голову, именно вот в эту норму и стараются выпить сразу же, в тот же самый день, как только они узнали об этом, они стараются выпить полтора-два литра. Ничем хорошим это, как правило, не заканчивается, потому что тело – это живой и очень чувствительный субъект, с которым нужно вести себя очень аккуратно. Почему бы не начать пить воду с одного стакана в день, причем этот стакан можно прям даже размазать по целому дню, вот просто поделить его на несколько глотков и сделать в день несколько глотков из этого стакана, и это будет совершенно не обременительно для тела, это будет очень хорошо, и может быть даже в этот день, когда человек сделал первый свой, первый регулярный стакан в день, может быть в этот день он чуть-чуть обезопасил себя в том плане, что тело не испытало впервые тех непомерных усилий, которые оно затрачивало, допустим, чтобы взять из тех же какашек воду. Почему бы в следующий день не прибавить к этому стакану четверть стакана и таким образом постепенно увеличить количество воды и довести его до полутора-двух литров, если они, конечно, вместятся, в течение нескольких месяцев. Это можно сделать совершенно спокойно, и не будет вот этого вот раздрая, когда вы пишете, что я не могу заставить себя пить пол-литра воды, полтора литра воды. Не надо себя это заставлять. Чтобы выпить вот такую баночку воды за день просто мелкими глотками в течение дня, не нужно затрачивать вообще никаких усилий. Эту баночку можно выпить вот за час в течение вечера. Поэтому долой фанатизм, долой маниакальные пристрастия к резкому изменению образа жизни, даже в пользу здорового. Давайте будем умеренными, аккуратными, разумными и последовательными. Есть люди, которые говорят, что им не нравится простая вода, что они вкус не понимают простой воды, им хочется чего-то более существенного, всяких там компотов, чаёв, кофеёв и так далее. Ну, вы это прекрасно понимаете, что чтобы мы не растворили в воде ложку кофе, ложку какао или заварку, это будет раствор, это уже не будет чистой вода, и из неё нужно будет эту воду извлекать. То есть это опять вопрос о ресурсах, то, о чём я говорила вначале. Поэтому лучше пойти по более удобному для тела пути и просто чуть-чуть украсить воду лёгким ароматом. Это может быть веточка мяты, это может быть корочка лимона, или грейпфрута, или чуть-чуть сока лимона, или ещё какого-нибудь там ягодного сока. Потому что мы в воду выдавим ягодный сок, вода не перестанет быть водой, она будет только чуть-чуть подкисленной, но она будет точно такой же прекрасной водой для пополнения запасов жидкости в организме. Поэтому надо просто это делать в разумных количествах. Мы не говорим о том, чтобы выпить стакан воды с половиной стакана сока. Это уже будет больше похоже на еду. Я говорю о том, если на стакан воды положить чайную ложку сока. Это очень украсит вкус воды и аромат воды. И это сделает питьё воды более приятным. И таких способов можно найти очень много. Кто-то добавляет чуточку кардамона, кто-то добавляет даже чуточку куркумы, или перца, или зиры, или специи моря. Просто нужно включить фантазию, понять, что вам хочется, какого вкуса вам больше хочется. И сделать этот вкус воды очень-очень умеренным, едва заметным. Но это будет просто интересная вода, которую просто будет приятно и интересно пить. На самом деле всё гораздо проще, чем мы пытаемся себе представить. Мы почему-то думаем, что здоровый образ жизни, или здоровое питание, или какое-нибудь правильное питание, и так далее, что это всё нудно, скучно, что это требует насилия над собой. На самом деле вовсе нет. Это требует просто чуточку фантазии, здравой логики и постепенного подхода к этому. к изменению своего образа жизни, в сторону здорового. Вот и всё. Есть люди, которые говорят, что они не хотят пить категорически. Вот категорически не хочу пить, и всё. Я считаю, что это в основном две группы людей. Значит, первая группа людей, которые почти не хотят пить, это люди, которые едят очень много сырой растительной пищи. Фрукты, овощи в сыром виде. В них содержится жидкость. Они, по сути, состоят из клетчатки и жидкости. И это вот та самая очень хорошая жидкость природная, даже лучше, чем вода, которая хорошо наполняет организм влагой и которую можно использовать именно по назначению. А вторая группа, которая не хочет пить, это совершенно заевшиеся люди, которые потеряли способность чувствовать жажду. Вот я думаю, что среди нас, вот вас, да, моих зрителей, наверняка вы продвинуты от истории, которая знает, что такое здоровый образ жизни, которая знает, что нужно пить воду, и которая, в принципе, умеет отличать жажду от голода. И когда вы чувствуете жажду, ее, конечно же, ни в коем случае нельзя сдерживать. Обязательно нужно пить. Вот сейчас поговорим с следующим пунктом, когда можно и когда нельзя пить. А те люди, которые привыкли больше концентрироваться на питании, на еде, и никогда не слышали о том, что нужно пить воду, или, может быть, слышали, но не придают этому значение, они не умеют различать чувство жажды. Но чувство жажды появляется тогда, когда мы начинаем облегчать свое питание, когда мы начинаем задумываться о том, что не все хорошо, что мы едим, когда мы начинаем включать больше здоровой пищи, когда мы начинаем включать больше сырой растительной пищи, вот тогда тело начинает очень отчетливо подавать сигналы о том, что есть такое чувство, есть такое ощущение, как жажда, и вот этот момент нельзя профукать. Это я обращаюсь к тем, кто еще вообще даже не приступил к питью воды. Не профукайте ощущение жажды. Это очень важно. Поймать его, дать себе напиться, и вот тогда у вас это закрепится, понимаете? Это на каком-то подсознательном уровне, на физиологическом, это закрепится. Жажда, вода, жажда, вода. И дальше ваше тело будет все чаще и чаще подавать сигналы жажды, вы все чаще и чаще будете давать ему воды. И вот теперь мы переходим, наверное, к самому больному вопросу. Про то, когда можно пить воду. Это очень часто меня спрашивают, можно ли пить воду во время еды, можно ли пить воду сразу после еды, за сколько до еды нужно пить воду, и нужно ли вообще. Вот я вам сейчас расскажу кое-что о нашем желудке, и вы после этого, наверное, перестанете вообще задавать такие вопросы. Я недавно прочитала книгу «Очаровательный кишечник». Забыла, кто автор. Ну, найдете. Может быть, вы даже уже читали. И мне очень понравилось, как автор объясняет про строение желудка. Желудок, ну, может, кто-нибудь из вас не знает, как устроен желудок, потому что может показаться, на первый взгляд, что желудок – это такое ведро, в которое спускается пищевод, да, вот пищеварительная трубка идет прямо и попадает в такое ведро, которое находится, вот здесь вот ведерочек такой, да, в желудок, и туда все плюхается. На самом деле, желудок устроен совершенно не так. Он представляет из себя мешочек, но мешочек этот, он не в виде такого аккуратного ведерочка. Он, вот этот мешочек, он кривобокий. Он кривой. У него есть малая кривизна и есть большая кривизна. И, между прочим, пищевод заходит в желудок не сверху, а немножечко сбоку. И сейчас я объясню, почему. Вот если бы пищевод заходил прямо сверху в желудок, если бы в желудок все просто плюхалось, то знаете бы, что с нами происходило? При каждом плюхании очередной порции какой-нибудь еды и упадании ее в желудок, мы бы просто захлебывались тем воздухом, который бы выходил напрямую из желудка обратно в пищевод. Мы бы замучились с отрыжкой, с выхлопными газами изо рта, а может быть, даже у нас бы какая-то жидкость поднималась постоянно по этой трубке и выплескивалась изо рта. Это, знаете, по принципу колодца. Вот колодец, да? Если туда ведро плюх или камень плюх колодец, слышно, как буль, и могут даже брызги полететь. Вот то же самое было бы с желудком, если бы пищевод заходил прямо. Но он заходит сбоку по принципу сифона. Вот когда раковина, да, из нее, это сливная труба, она не идет прямо, а она идет по принципу сифона, да? И это как бы там такой есть запирающий такой зигзаг, в нем там стоит вода, и она не дает выходить запахом наружу. Вот примерно, примерно по такому принципу сделан наш желудок и пищевод, поэтому еда падает аккуратненько. Так вот, внимание. Как я уже сказала, есть малая кривизна, и есть большая кривизна. Вот когда мы выпиваем воду, она по малой кривизне, желудка сразу опускается в кишечник. Какая-то ее часть впитывается сразу в желудке, а какая-то ее часть очень быстро по малой кривизне опускается в кишечник. И там уже идет дальше, и делает свои дела. А вот еда не идет по малой кривизне, поскольку желудок является не ведром и не просто мешком, а мышечным таким органом, он отодвигает твердую пищу к большой кривизне, к своей большой кривизне, и именно там начинает обрабатывать ее желудочным соком. То есть получается, что он это умеет делать, потому что это мышечный мешок, и он вот так может между стеночками перемещать пищу. Желудок перемещает пищу к большой кривизне. Поэтому, когда вы говорите, вернее, не вы говорите, когда некоторые там умники говорят, что нельзя пить во время еды или после еды, потому что мы разбавляем соляную кислоту, там желудочный сок в желудке, это неправильно. Вода уходит по малой кривизне, а вот еда с желудочным соком находится в области большой кривизны желудка, и вода ей совершенно не мешает. Поэтому это открытие, вернее, не открытие, а эта информация позволяет сделать нам вывод, что если вам хочется пить воду во время еды, вы можете смело ее пить. Я знаю людей, которые не могут есть, чтобы ее не запить. Поэтому, если вы запиваете еду, делайте это смело, никого не бойтесь, не слушайте никого, кто вам говорит, что это неправильно. Если вам это хочется, значит, вам так надо. То же самое происходит после еды. Если вы поели, и вам вот по зарез хочется попить, совершенно нет никакой необходимости сдерживать себя в этом желании. Нужно просто попить и послать всех подальше, кто говорит, что делать этого нельзя. Такое мое мнение. Так, дальше. А дальше я хотела разобрать вот эти 7 пунктов. Помните, я вам, по-моему, в сторис, да? Да, в сторис я вам присылала 7 пунктов, которые написала какая-то тут женщина, микробиолог, которая говорит, что она разбирается в вопросах биологии, физиологии человека и медицины, и она вывела 7 правил, как пить воду, чтобы похудеть. И я у вас спросила, как вы думаете, из этих 7 правил, со сколькими я не согласна? Ну, там назывались разные варианты, и этих вариантов было примерно там от 1 до 3. Но на самом деле я не согласна практически со всеми, а именно с 6. То есть из 7 вариантов я не согласна с 6. Я вам сейчас их зачитаю. Мне тут предлагали выставлять фотографии слайдами в этот, в прямой эфир. Но я, честно говоря, не разобралась, как это делать, поэтому, наверное, не буду пока этого делать, чтобы не выскочить из эфира. Потом, может быть, освою. Но я просто зачитаю. Первый пункт гласит. Начинайте день с стакана воды натощак. Вот с этим я согласна. Я и сама так делаю, и всем советую. Потому что это самое естественное, да, проснуться утром и сделать внутреннее такое омовение и орошение своих внутренних органов. Это святое дело. Выпить стакан воды. Второй пункт. Пейте более 2 литров чистой воды в день. Но объяснять не буду. Мы уже это проговорили, да, что правила единой гребенки не подходит для всего честного народа. Не важно, что человек там с лишней массой тела, и он хочет похудеть. Все равно, если он не привык пить 2 литра, то выпить более 2 литров будет довольно проблематично. Третий пункт. Пейте талую воду. Для этого заморозьте воду в бутылках и дайте ей растаять. Это не совсем правильное толкование талой воды. На самом деле, может быть, кто-то из вас даже и этим увлекается. Талая вода делается не по принципу заморозить и разморозить. Там немного более сложная схема. Ну, я не буду объяснять это долго. Но этот человек не прав. То есть это не просто заморозить и разморозить. Там нужно снимать определенный слой льда. Только тогда она будет полезна. Выпейте стакан воды перед приемом пищи. Это не всегда работает. И это совершенно необязательно. Выпивать стакан воды. Если его хочется выпить, его можно выпить. Если его не хочется, можно его не пить. Пятый пункт. Никогда не запивайте еду. Ну, мы уже проговорили, да? Это неправильно. Шестой. Не пейте воду после еды в течение 30-40 минут. Тоже проговорили, тоже не согласны. И седьмой пункт. Заканчивайте день стаканом чистой воды. Ну, здесь тоже притянуто за уши. Если человек будет через силу пить на ночь стакан воды, заканчивать день стаканом воды через силу, да? Если у него нет жажды, есть риск, что он просто будет ночью плохо спать и будет бегать в туалет. Поэтому не факт, что это всем подходит. Вот. Я рассказала вам про свои такие основные воззрения на воду. Буду рада, если вы выразите свои мнения на этот счет. И в конце эфира я обещала вам рассказать то, что я скрывала от вас целый год. Да, вот сегодня я приготовила рояль в кустах. Я сейчас его достану. Он у меня стоит рядышком. И расскажу вам об одном эксперименте, который я проводила целый год. Дело в том, и этот эксперимент касается того, какой должна быть вода. Потому что мы сейчас проговорили вообще про воду, да? Как ее пить там, сколько, как внедрять, и когда можно, когда нельзя. А вот какой должна быть вода, мы не проговорили. Так вот, я вам сейчас расскажу про свой эксперимент. Дело в том, что год назад, прям вот ровно год назад, я купила прибор, который называется ионизатор воды. Я купила его не по своей воле. Это было желание моего папы. Тогда еще он был жив. И вот он как-то мне сказал, что вот есть такой хороший прибор. Он делает щелочную воду. Называется ионизатор воды. Давай купим. Я, конечно же, с папой всегда соглашалась. Я посмотрела в интернете. Да, хороший прибор. Да, мы купили. Да, мы начали пользоваться. И вот я им пользуюсь целый год и пью эту воду. Это вода щелочная. Я вам сейчас покажу этот прибор и расскажу, в чем, собственно, суть. Возможно, вы уже даже кто-то у вас, кто-то знает этот прибор. Вот такой приборчик. Вот. Называется он Акватор. Сейчас расскажу, в чем суть. Значит, наверняка все вы слышали про закисление и ощелачивание организма. Эта тема очень такая избитая. Много о ней говорят. Ну, это тот самый кислотно-щелочной баланс, который должен быть совершенно определенным в нашем организме для того, чтобы мы были здоровы. Так вот, значит, что происходит при... Нет, давайте сначала я скажу так. Что закисляет организм? То есть, кислая среда – это не здоровая среда. Щелочная среда – это здоровая среда. Что закисляет? Какие продукты закисляют? Это мясо мясные, это мучные, с сахаром. Что еще? Ну, какие-то тяжелые пищи. Вот. Ощелачивают овощи, зелень, фрукты преимущественно в сыром виде. Не преимущественно, а в сыром. Вот. Но только давайте не будем спешить делать выводы, что типа вот там мясо, с сахар, мука, закисляют, значит, мы это не должны есть. Нет, ничего подобного. Кислая среда все равно будет присутствовать в организме, несмотря ни на что. И речь идет не о том, чтобы сделать среду там только щелочной, да? Нет, речь о том, чтобы выровнять баланс. Вот баланс, кислотно-щелочной баланс должен быть сдвинут в пользу щелочного, в пользу щелочи. Если он сдвинут в сторону кислотного, то это нездоровье. Сейчас объясню почему. Значит, что делает, что дает закисление? Закисление организма дает кислотные отходы. Ну, по-другому это шлаки и токсины, да? Это более такое известное название. Что делает организм? Он пытается их нейтрализовать. Каким образом? Чтобы нейтрализовать кислотные отходы, нужна щелочь. Это понятно, да? Потому что щелочь нейтрализует кислоту. Приведу такой пример. Вот, например, вы трогали жирный кусок мяса и испачкали руки. Вот они у вас жирные, да? Они закисленные. Было жирное мясо. Что нужно, чтобы этот жир смыть? Нужно вымыть руки с мылом. Мыло – это щелочь. Вот. То есть, таким образом руки становятся чистыми. Вы выровняли кислотно-щелочной баланс. Вот то же самое, в принципе, мы должны делать внутри. Потому что, когда тело загрязняется, эти загрязнения имеют кислотный характер. И чтобы их нейтрализовать и вывести, нужны щелочи. Так вот, именно для этого нужна щелочная вода, чтобы нейтрализовывать кислотные остатки, отходы. Ещё момент вот такой. Значит, чтобы нейтрализовать вот эти кислотные отходы, нужно некоторое количество щелочных минералов. Это калий, кальций, натрий, магний. И вот, чтобы нейтрализовать эту кислотную среду, получается, что организм вынужден эти минералы забирать у себя же. У себя же забирать и пускать их на нейтрализацию кислотных отходов. Так вот, суть этой воды состоит в том, что она является щелочной. Она нейтрализует кислотные отходы и она доставляет в наш организм вот тот самый недостаток минералов, которые тело вынуждено забирать для нейтрализации. Калий, натрий, магний, кальций. Вот. Говоря про закисление организма, чтобы вы уже там совсем чётко понимали, да, к чему это приводит. Где повышенная кислотная среда, там нарушается кровообращение. Где нарушается кровообращение, там болезни. Потому что органы и клетки, и ткани, которые недополучают крови, где плохое кровообращение, они начинают, развивается патология, развивается дисфункция, воспаление, одним словом, заболевание. Вот. Какие ещё моменты вот у этой воды? Кроме того, что она нейтрализует закисление и снабжает минералами. И очень интересно её строение. Вот, скажем, если у простой воды это в одном соединении 10-13 молекул, то у щелочной воды в соединении 5-6 молекул. То есть вот такое строение позволяет ей легко проникать через клетчатые мембраны. И быстрее, вода опускается быстрее на обменные процессы и быстрее идёт по своему назначению. Это очень важно. Когда скорость, скорость проникновения воды в клетке. Это очень важно. Ну, и ещё один важный момент, что вот такая вода щелочная, она имеет в 2 раза меньше поверхностное натяжение, чем, скажем, водопроводная вода. Что это даёт? А это даёт текучесть крови. Вот сейчас очень много говорят о том, чтобы кровь была более жидкой. Но правильнее говорить, не более жидкой, а более текучей. Почему об этом важно говорить именно сейчас? В свете коронавируса. Потому что одна из проблем, последствий коронавируса, этот вирус способствует тромбозу капилляров, не только капилляров, но и более крупных сосудов. Так вот, более текучая кровь, она как раз препятствует тромбообразованию. Ну, и ещё один момент важный, что в щелочной воде много кислорода. А мы знаем, что в той среде, где мало кислорода, такая среда хороша для развития и образования раковых клеток. Так вот, в щелочной воде много кислорода. Ну, так вот, это я вам рассказала про этот прибор. Что я экспериментировала за этот год? Несмотря на то, что этот год у меня выдался очень тяжёлым, это были похороны, это были очень тяжёлые периоды, связанные с психологическим состоянием моей мамы и так далее. Это была вот эта тяжёлая волна вот этого пандемии, да, когда нам приходилось тут такие всякие внутренние барьеры преодолевать, да, внутренние страхи. Это было очень много работы, это было очень много учёбы, это была колоссальная нагрузка в летнее время, когда мы строили дом, когда я ухаживала там за своим огородом. Когда я сломала руку, когда я восстанавливала руку. В общем, у меня этот год выдался крайне тяжёлым, но я заметила, что несмотря на все эти тяжести моральные, физические, психологические, там, умственные, всякие там, нравственные, много всяких было тяжестей, да, тягот. Несмотря на это, я себя очень хорошо чувствовала энергетически и физиологически. То есть за весь год я не испытала ни разу какого-то недомогания, какого-то заболевания, какой-то потери энергии. У меня было очень ровное состояние, при том, что я очень мало спала в этот год, очень мало. Это просто, ну, какие-то там, не знаю, иногда по четыре, там, по пять часов, максимум по шесть. И только вот сейчас, с наступлением осени, я стала чуть-чуть подольше давать себе возможности поспать. Я всё время удивлялась, меня вот спрашивали, да, там, как вы себя чувствуете, там, что... Некоторые знакомые спрашивали, там, как дела. Я всегда... Мне даже было стыдно говорить, что у меня всё хорошо, что у меня ничего не болит, что я очень активная, что у меня всё здорово, у меня всё ровно, всё спокойно, несмотря на все вот те тяготы, которые я перечислила. И вот только сейчас, когда я стала задумываться о том, что у меня было такого нового в этом году, я вдруг вспомнила, что нового у меня была вода. Я раньше пила обычную воду, самую обычную, ну, пропущенную через бытовой там этот барьер, да, вот этот настольный. И только недавно меня осенило, я же весь год пила щелочную воду. Я думаю, что она очень многое сделала для меня в этом плане. Она подарила мне здоровье. Поэтому я сейчас, спустя год, наверное, смогу теперь уже смело порекомендовать этот прибор. Я о нём... Несколько раз я ещё даже думала, может мне рассказать про этот прибор, может мне рассказать, что это за хорошая вода. Потом думаю, нет, 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 я пока не буду, потому что я не знаю, насколько она хороша. Я не знаю, что, может, какая-то фигня. Но теперь я вот точно знаю, что это не фигня, что я на самом деле за год получила потрясающие результаты. Я думаю, что вот эта вот практическая проверка, вот такая, пусть даже долгая, да, это самое, наверное, главное доказательство пользы чего бы то ни было, когда ты на себе это проверяешь. Прибор совершенно простецкий. Он состоит из... Вот такая вот крышка, да. Это один катод, другой анод. Это вот его, так сказать, рабочий инструмент. Внутри он состоит из двух отсеков, малый и большой. Вода заливается в оба отсека, вставляется вот эта штуковина, включается в розетку, нажимается кнопочка, старт, выбор. Нажимаешь тот показатель, который тебе нужен, щелочной. Ну, я делаю 8,6 обычно себе, ну, такую стандартную. Вот. И буквально за 3 минуты готова где-то 2 литра воды. Ну, как раз, грубо говоря, на день, да, тому, кто выпивает 2 литра. Вот и вся премудрость. Я даже вспомнила, что в советские времена был такой журнал, то ли юный техник, то ли что-то вот такое. И там даже было описание, как можно самому в домашних условиях сделать прибор для ощелачивания воды. Представляете, это еще вот в те вот советские времена. Да, кстати, вот этот прибор, его изготавливают в Прибалтике. Но этот завод, он еще старинный-престаринный, он именно с советских времен. Вот это меня тоже вот подкупило, когда я, собственно, начала изучать вот эту вот штуку. Вот. Я к нему, значит, что я получила? Дело в том, что там можно делать не только щелочную воду, там можно делать кислотную воду и серебряную. Есть серебряные стержни и есть инструкция, что делать с кислотной водой. Кислотную воду мы в основном применяем снаружи для лечения каких-то наружных проблем. Кожных, суставных, всяких там бородавок, ран, синяков и прочее, прочее, прочее. Короче, здесь есть целая книжка. Вот. Полный сборник рецептов от болезней при помощи щелочной кислотной и серебряной воды. Целая вот такая вот толстенная брошюра, ионизированная вода. Тут полно рецептов и всяких способов, где и как ее можно употреблять и какие болезни лечить. Есть инструкция, есть вот эта вот серебряная палочка, в которой можно делать серебряную воду. Сменные картриджи, еще одна инструкция, почему нужно пить и технический паспорт. Короче, если кому-то интересно, я поставила ссылку на этот сайт к себе в каталог здоровья. Так что можете вот по моей ссылочке в шапке переходить в мой каталог, там найдете проект-прибор. Это целый сайт, ну это там, где я покупала. Вот. Если вам интересно, тоже можете посмотреть. Да, и там, где вот в этом каталоге, где ссылочка стоит на этот сайт, там есть промокод. Можете воспользоваться моим промокодом и получить очень даже неплохую ссылку на этот прибор. Я тоже получала его со скидкой, вот, поэтому можете воспользоваться также и моей скидкой. Дарю своим подписчикам. Вот. В заключении, в заключении нашего эфира о воде, я хочу сказать вот что. Есть такой доктор заболотный, может быть, вы о нем слышали. Я, когда его послушала впервые, мне он показался очень умным, я и до сих пор считаю его очень умным. Но самая главная фраза, которую я запомнила из его речи, она вот до сих пор у меня звучит в ушах, и я хочу ее передать вам. Эта фраза звучит так. Никто не знает, как лучше именно для вас. Знаете это только вы. И вот я хочу сказать это именно вам. Никто, никто, никакой гуру, никакой учитель, ни я, ни никто другой не знает, как лучше для вас. Никто не знает, сколько вам и как пить воды. Никто не знает, как вам питаться, и как вам заниматься, и так далее, и так далее, и как вам жить. Это знаете только вы. Поэтому только вы будете принимать для себя решение, как вам внедрять, и внедрять ли вам вообще воду в свою жизнь. Как вам менять питание, какую воду вам пить, из прибора или из-под крана. Только вы можете знать это. Поэтому прислушивайтесь больше к своему собственному мнению. И не идите наперекор тому, что просит ваше тело, что вам подсказывает ваша интуиция, ваш разум. Живите в согласовании с собой. Я вам сейчас даю вот это вот такое напутствие, просто потому, что я понимаю, что мы с вами теперь не скоро увидимся. Вот, поэтому хотелось бы вам вот такое какое-то приятное дать напутствие, чтобы вселить в вас какой-то светлый такой, дать вам посыл, дать вам крылышки для свободного полета. Ну что, будем надеяться, что нас сейчас не закроют. И может быть я там еще полистаю ваши сообщения, может быть там какие-то вопросики есть. Пишу из Штатов. Здесь этот прибор озонный генератор. Очень популярен в семьях, где есть дети с аутизмом. Оу, оу. Говорят, что очень помогает во многих проблемах пищеварения, очищения кишечника. Класс. Класс. Это вообще супер. Я же говорю, что эта вода, это просто волшебная. Мне говорят там, Бая, вот как вы так хорошо выглядите. Я же теперь думаю, может быть даже я выгляжу хорошо благодаря этой воде. Не знаю, чёрт побери. Не знаю, может быть. Потому что в питании-то я все равно же грешу иногда. А вот вода, наверное, меня спасает. Вода меня ощелачивает. Вода нейтрализует мои кислотные отходы. Что вы думаете по поводу воды из фильтра обратного осмоса? Я хорошо думаю про эту воду. А если я люблю кислые продукты и лимон, квашеную капусту, можно ли это употреблять? Это нужно употреблять. И лимон, и квашеная капуста не закисляют организм, а наоборот ощелачивают. Это они кислые на вкус. А по структуре они щелочные. Они ощелачивают. Где взять щелочную воду? Ну вот я объяснила, где в приборе. Акватор. Акватор. Если вы пройдёте по ссылке в моей шапке, ссылка на каталог здоровья, вы полистаете его, покрутите, и там найдёте прибор для ионизирования воды. Акватор. И слово подробнее выделено как ссылочка. Нажимаете и вас перебрасывает на сайт изготовителя этих приборов. И вы там можете его заказать себе. И не забудьте написать в поле промокод тот промокод, который стоит вот в каталоге здоровья. Байя Че, по-моему. Я сама уже забыла, какой там промокод. Там очень хорошая скидка. По-моему, до 6 тысяч рублей скидка. Ну, как-то так. Я не помню, честно. Какая книга? Повторите, пожалуйста. А, книга «Очаровательный кишечник». Почитайте, советую. Так, ну, по-моему, я всё, да, вот. Так, кажется, я всё ответила. Да, это дело привычки. Сперва не хочется, а потом каждый день хочется больше. Главное, сразу не насиловать. Да, да, совершенно верно. Услада, да, такое имя хорошее. Совершенно верно. Ребят, не насилуйте себя. Действуйте в согласии со своим организмом. И всё у вас будет хорошо. Всё. Несмотря на то, что я с вами прощаюсь пока на прямых эфирах, я всё равно работаю. Я принимаю ваши заявки на консультации. Пока что ещё принимаю, но скоро уже перестанут уже принимать. Я отвечаю на ваши вопросы. Я в социальных сетях. Я с вами. Всё. Я вас люблю. Всего доброго.